Здравствуйте! Сегодня поговорим о морском аквариуме и упор, в котором сделано содержание рыбы. Каких-то конкретных особенностей по сравнению с рифом аквариума у рыбного аквариума нет. Все точно так же есть дисплей сам, в котором расположено необходимое оборудование. Это остается неизменным. Нам остается только разобраться с тем, что из оборудования необходим для содержания рыбника. Предлагаю начать сверху и двигаться вниз относительно расположения оборудования. Свет в рыбном аквариуме не имеет никакого значения, то есть на спектры качества света рыбе по барабану. Вы можете хоть лампочку и леча повесить над аквариумом, рыба не расстроится, никакого физического вреда ей это не принесет. Поэтому свет для рыбника нужно подбирать исключительно визуально, ориентируясь на то, как под ним смотрится рыба. На спектры мощность внимания никакого обращать не нужно. Сам аквариум для рыбника должен быть максимально длинным, чтобы у рыбы было как можно больше места для плавания. Течение в рыбнике не обязательно, но на мой взгляд должно быть, пускай хотя бы минимальное. Хотя бы одна маломощная помпа течения должна быть. Живые камни. По сути рыбам они ни к чему, но без них на мой взгляд аквариум не будет выглядеть полноценным в эстетическом плане. Тут конечно многие со мной не согласятся. Возможно кому-то более приятно наблюдать за рыбой без завала живых камней. Ну или например с каким-то пластиковым декорациями в виде затопленного корабля со скелетами и так далее. Но какие-то декорации в аквариуме быть должны, хотя бы по той причине, что рыбам необходимо где-то укрыться. Лучше конечно, если это будут живые камни, либо искусственные декорации, сделанные из керамики. Но это не обязательно, можно положить любые подходящие для аквариума декорации. Соответственно и грунт также остается на ваше усмотрение, потому как рыбам до грунта не будет никакого дела. За исключением конечно бычков и тому подобным рыбам, которые роют песок или закапываются в него. Это надо учесть, если вы планируете содержать таких рыб. Для них обязательно надо сделать песчаное дно. Разберем оборудование, которое находится в сампе. При условии, если конечно он есть. Я считаю, что лучше с сампом, чем без него. Поэтому представим, что он есть. Для рыбного аквариума нужен пенник. Мощный пенник лишним конечно не будет. Но в рыбном аквариуме другие задачи в плане фильтрации воды. Даже при очень высоком уровне нитрата, рыба будет прекрасно себя чувствовать. А вот аммиак в рыбном аквариуме очень опасен. Поэтому в первую очередь бороться необходимо именно с ним. А значит в сампе нужно создать максимально большую площадь поверхности с керамик, биошарами и тому подобными наполнителями. Еще лучше сделать эту поверхность не заполненную водой, а орошаемой. Вторая по списку проблема, с которой придется бороться, это рыбные болячки. С этим вопросом может справиться мощный УФ-стерилизатор и озонатор. Вообще можно обойтись мощным УФ при условии, что у вас будет большой запас по населению. То есть рыбы в аквариуме будет меньше, чем хочется. Если кому не понятно, то я имею ввиду, что количество рыбы на объем такое, что до перенаселения еще очень далеко. Ведь все проблемы начинаются именно тогда, когда наше огромное «хочу» перекрывает здравый смысл и кит у нас барахтается в тазу. Так что будьте благоразумны, собраны и действуйте логично. Из сорбентов рыбное аквариум нужно добавить только уголь. В других сорбентах необходимости не возникает. Да и уголь понадобится по большей степени только в периоды после пролечивания аквариума от каких-либо оболячек, для того, чтобы вывести остатки лекарства. В случае, если аквариум будет жить без сампа, организовать фильтрацию можно при помощи двухканистровых фильтров с шарами, сорбентами, наполнителями и керамикой. И навесного пенника. При таком исполнении нужно будет еще сильнее умереть аппетит в плане количества обитателей аквариума. Рыбник содержать довольно-таки просто. Главное установить необходимое оборудование, умеренно кормить, регулярно делать подмены. Содержать рыбу, которая подходит друг к другу по параметрам содержания, агрессивности и темпераменту. А также не увлекаться и не перенаселять свой аквариум. Помните, что жизнь в карцере не малина. Вот собственно и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Выпуск подготовлен специально для новичков сообщества Морской рифовый аквариум. Учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!